Анатолий спрашивает, а что, если амбиций нет? Анатолий, давайте опять разберёмся. Амбиция – это не то, что нет места, в котором в вас может возникнуть амбиция. Амбиция – это то, что вы формулируете. Амбиция – это то, что вы находите. Если у вас все ваши желания удовлетворены, то понятно, что у вас нет необходимости каких-то дополнительных действий. И это нормально. Я вас очень поздравляю. Я тоже был на вашем месте очень довольным человеком. Правда состоит в том, что наши желания никогда не могут быть удовлетворены, потому что пока мы живы, так устроен мозг, у него есть эта особенность, она даже на нейромедиаторном уровне срабатывает. Когда вы достигаете какого-то результата изначально, вы получаете большой всплеск, большую поддержку со стороны соответствующих нейромедиаторов. Но последующее использование приводит вас к привыканию. То есть все это знают по личным отношениям. Когда вы влюбляетесь в человека, и вам очень все хочется, и потом вдруг раз, и вы такие, вау, душа к душе сплелась, и сердце постучало, и все. Вы все в диком восторге находитесь. В следующий раз восторг будет чуть меньше, потом еще чуть меньше, а потом вы спрашиваете, что вы тут делаете, куда дальше, как, и начинаете долго выяснять отношения. Почему? Потому что больше не вырабатывается того объема нейромедиаторов, который вырабатывался в связи с новизной и так далее. То есть потребность остается, а соответствующего всплеска нейромедиаторов вы не получаете. Поэтому наше горе и счастье состоит в том, что какую бы цель вы ни достигли, вы все равно окажетесь фрустрированными в конечном итоге. Ну, кто-то хочет, говорит, я захочу заработать миллион. Ну, заработает он миллион. Дальше что? Счастливый будет всю жизнь сидеть такой с миллионом. Нет, ну, дальше будет что-то продолжаться, и он снова будет находиться в каком-то дефиците. Один захочет заработать второй миллион, другой захочет что-то получить, что за деньги не купишь и так далее. То есть, условно говоря, мы никогда... Так придуман мозг, чтобы мы никогда не чувствовали себя абсолютно удовлетворёнными. Есть моменты, периоды, вспышки, когда мы достигаем какого-то результата, и наш мозг вознаграждает нас соответствующими нейромедиаторами. Но в целом путь жизни – это путь постоянный. Ну, это бесконечная дорога. Ну, точнее, она конечная, но просто вы не знаете, где конец. Конец подкрался незаметно. Вот, он подкрадывается, ищпок, и всё, нету. Вот, ну, а всё остальное – это путешествия, да, это приключения. И если в этом приключении много положительных переживаний, это хорошее приключение. Если это, понимаете, приключение родящего из Петербурга в Москву, то счастья мало вам в вашей жизни. Вот, поэтому возвращаюсь к этому. Я не верю, что у вас нету желания. Это я к тому говорю. Потому что даже если они у вас все удовлетворились, и я вам позавидовал, я вам тут же могу посочувствовать, потому что, значит, вам теперь придётся опять всё заново начинать. Приятнее всегда, когда ты чуть-чуть ещё нет, но уже скоро. Вот это самая приятная фаза. А когда вот совсем далеко или после уже не так весело. Поэтому, да, а амбиция – это то, что вы формулируете сами. Когда вы выскакиваете из вот этого невротического круга, невротических ожиданий, вот этого игры, мозга, который не хочет на самом деле из-за своей лености на чём-то сконцентрироваться, начать системно действовать и так далее. Сбивать мы слишком в кучу, так сказать, чтобы они друг друга как бы раскорячивали. Когда вы используете инструмент, это вам помогает. Значит, возвращаюсь. Амбиция – это то, что вы можете выстроить, исходя из возможностей, которые есть в вас и есть в актуальной ситуации для того, чтобы двигаться в направлении, которое обещает вам временное, но приятное удовлетворение желаний. А так у меня тоже нет амбиций никаких. Сейчас пойду, подумаю, сразу появится. Но надо подумать для этого. А если не подумать, то будешь просто страдать. Чего-то нет амбиций. Ну так себе удовольствие-то.